Здравствуйте! Время новостей на телеканале Саратов 24. Меня зовут Полина Попенец. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу. Как и что будут есть? У детишек будет горячее питание. Вы к этому подготовлены? Накануне 1 сентября спикер Госдумы проверил новые учебные заведения. В первую очередь говорил о горячем питании. Несмотря на молодой возраст, это очень тяжелый сахарный диаметр. Четверо умерших за выходные. В Саратовской области увеличилось число смертей от коронавируса. С подробностями Роман Базан. На Энгельском заводе изобрели новую дождевальную машину. Как она выглядит и почему называется бамбук, узнала Надежда Новикова. Гоняют на двухколесных. В мире отмечают 135 лет с одни основания мотоцикла. За что их любят саратовцы. Какая погода на дворе ждет нас во вторник 1 сентября на Святого Андрея. Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохацкий. Дождитесь. Спросил про горячее питание. Спикер Госдумы приехал в Саратов с рабочим визитом. Перед началом учебного года проверил школы, которые построили при его поддержке. Всего в этом году в регионе заработают 4 новых учебных заведения. Авиатор, звезда, лицеи, интернат 64 и школа в Приволжском. В первую очередь Вячеслав Володин обратил внимание на то, чем будут кормить детей. Павел Фитилев расскажет подробности. Школа была запланирована на 1100 детей на 44 класса. В данный момент мы уже набрали 1035 детей. Эта школа отличается от других самым большим актовым залом на 750 мест. Возвели авиатор за год при поддержке спикера Госдумы. С просьбой о строительстве к Вячеславу Володину обратились жители заводского района. Накануне нового учебного года политик проверил готовность объекта. В первую очередь спросил о горячем питании для детей. По словам Вячеслава Володина, самое главное, чтобы дети с первого по четвертой класса были обеспечены качественным горячим питанием. Также обратил внимание спикер и на безопасность школьников. Столовая рассчитана на 535 мест. Для учеников здесь действуют новые правила рассадки. Для соблюдения социальной дистанции кресло расставили по цветам. На черные садиться нельзя. Дети будут садиться на голубые стулья. Между ними будет расстояние на белые стулья. Классный руководитель будет говорить детям, на какой цвет стулья они должны сесть. Черный стульчик должен быть пустой. Вот это хорошо. Мы пропускаем и садимся на голубые. Таким образом у нас между детьми будет расстояние. На голубенькие, беленькие. А у вас расстояние будет маркировано, когда ребятишки будут подходить? Да, мы завтра все это займемся. Вы будете это делать, да? Завтра мы все разметим. Все разметки будут у нас делать, да? Видите? Вот. Вон трещина. Смотрите. Там скоро кулак уже туда пролезет. А это школа номер 84 в заводском районе. В старом здании не хватает мест, поэтому рядом возводят новый корпус с бассейном. А вот основному зданию больше 60 лет. Школа трещит по швам. По словам чиновников, сейчас ищут деньги на капитальный ремонт. Вот это все останется за кадром решения этой проблемы. Понимаете, о чем речь идет? И нам сейчас говорят, мы заявочку под... Вы зарезервируете в бюджете, потому что у вас эта школа сыпаться начнется. В своем бюджете, на всякий случай, если там вам не выделят эти денежные средства. Я буду вас допекать, пока вы сами не начнете работать так, чтобы нам не было стыдно за вас. А пока стыдно. Спикер Госдумы потребовал от главы города проверить все школы Саратова, чтобы узнать, какие еще учебные заведения требуют ремонта, а где нужно увеличить число мест для учеников. Сделать это необходимо до конца года. Павел Фитилев, Олег Бирюков, Саратов-24. И в продолжении школьной темы подарили рюкзак, пеналы, карандаши. В преддверии Дня знаний прошла благотворительная акция «Собери ребенка в школу». По традиции члены партии «Единая Россия» всех регионов помогают нуждающимся семьям. Детей обеспечивают всем необходимым. От школьной формы до канцелярии. В этот раз учебный набор первоклассника и благодарственное письмо из рук депутата получила семья Дорошенко из заводского района. В планах помочь еще нескольким семьям. 35 семей в Кировском районе. Мы постараемся охватить, либо доехать, либо централизованно в центре семья собраться и помочь ребятам собрать в школу детишек. Четверо умерших за выходные. Саратовские врачи продолжают бороться за пациентов, которые заразились коронавирусом. Всего по стране выявили около миллиона таких случаев. И каждый 80-й – житель нашего региона. Еще несколько тысяч саратовцев находятся под наблюдением. Те, кто прибыл из-за границы. О новых данных расскажет Роман Базан. Он отправился в областной Минздрав. Сегодня в региональном министерстве здравоохранения прошел очередной брифинг. Чиновники и санитарные врачи рассказали о ситуации с коронавирусом в области. За сутки им заболели еще 94 человек. Это больше, чем вчера. И около половины из них – жители Саратова. Чуть меньше новых случаев медики выявили в Энгельсе, Балакове и Дергачах. В списке семь школьников и более трех десятков пенсионеров. Рассказали и про новый учебный год. Я сейчас рекомендую родителям обратить особое внимание на сайты школ, где размещено и время, когда дети должны прийти в школу, и с какого входа, это очень важно сейчас, дети заходят. Потому что кроме основного, центрального входа, в зависимости от планировки школы, от возможностей школы, открыто несколько входов. У кого-то три, у кого-то шесть входов. Также сегодня рассказали об умерших от этой инфекции. Дело в том, что за последние несколько дней коронавирус не смогли побороть четыре пациента, три пенсионера и женщины среднего возраста. Все они лежали в саратских больницах и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Одна из скончавшихся и вовсе полмесяца занималась самолечением. По словам врачей, горожанка страдала сахарным диабетом. Одно наложилось на другое. В общем, болезнь она запустила. Помочь ей было уже сложно. Молодая, к сожалению, пациентка 44-х лет, уже в течение определенного времени лечилась самостоятельно, не обращалась за медицинской помощью, поступила на 15-й день заболевания в стационаре, в крайне тяжелом состоянии. Пробила в стационаре всего шесть суток, из них четыре суток на ИВЛ. Несмотря на всю проводимую терапию, спасти ее не удалось. Несмотря на молодой возраст, страдала достаточно тяжелым сахарным диабетом. О новых пославлениях ограничительных мер сегодня не говорили, видимо, пока еще рано. Недавно жителям разрешили посещать стадионные спорткомплексы. Правда, об аншлагах речи пока и быть не может. На трибуны пускают не больше 10% от их вместимости. Ну, к примеру, матчи футбольного сокола могут посмотреть вживую около полутора тысяч болельщиков. Остальные только улайн-трансляция. Роман Базан, Олег Биряков, Саратов, 24. Новая эпоха саратовской митрополии. Владыка Лонгин провел в нашем городе свое последнее богослужение. Литургия состоялась в Покровском храме. Вместе с уже бывшим митрополитом участие в службе принял и Игнатий, который пришел на его место. Сотни горожан отправились в храм. Жанна Марченко знает, почему люди не смогли сдержать слез и что пообещал им теперь уже бывший глава саратовской епархии. Столько людей в Покровском храме обычно бывает в дни крупных церковных праздников или когда привозят святыню. Но сегодня повод другой. Ровно 17 лет назад в должности митрополита саратовского и вольского Лонгин провел здесь свое первое богослужение. Сегодня его последняя литургия. Очень жаль, что Владыка уезжает. Привыкла и люблю его. Он очень умный, мудрый, молитвенник. Саратов весь плачет. Сам Лонгин тоже признается, в эти дни ему как никогда тяжело. Он сильно переживает уход из саратовской епархии. А сообщения от жителей, которые сотнями приходят в социальных сетях, рвут его сердце. Все плачут, и я плачу. Я благодарю Бога за то время, которое он судил мне провести на саратовской земле. Это не были легкие годы. Это было достаточно непросто. Но по милости Божией что-то удалось сделать. Рядом с Лонгином новый глава саратовской митрополии. Владыка Игнатий прилетел в Саратов накануне. Ему уже успели провести экскурсию по старейшему собору города. Накануне отъезда он тоже провел прощальную службу в родном Ульяновске. Признался, что людей было много, а вот эмоций меньше. Там северный народ, он эмоции немножечко поскромнее выражает, но тем не менее это все чувствовалось. Тут много чувств, палитра разная. И горе, и надежда. Мы же верующие люди. Мы верим, что все в руках Божьи. За время правления саратовской митрополии Лонгин запомнился прихожанам, восстановлением и строительством монастырей и храмов, развитием духовной семинарии, увеличением количества приходов. И даже после прощания с прихожанами обещал не забывать про уже ставшую родной саратовскую землю. А вы будете приезжать? Ну, Владыка вот пригласил, конечно. В любое время? Так же, как и я Владыку приглашаю тоже в Симбирск. Я надеюсь, он тоже приедет, посмотрит. Жанна Марченко, Олег Бирюков, Саратов, 24. Сделано в Саратовской области. В нашем регионе изобрели новую оросительную систему. На Энгельском заводе пять лет трудились над проектом. Вот уже два года уникальная дождевальная машина проходит испытания на опытных полях. Легкая и прочная, как сталь, она уже заинтересовала местных фермеров. Надежда Новикова узнала, чем отличается эта система полива от других. Испытание водой длится уже второй год. На опытных полях в Энгельском районе тестируют инновационную оросительную технику. Эту широкозахватную дождевальную машину изобрели на Энгельском заводе оросительных систем. Центр «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы помог предприятию с документацией на изобретение. Новая дождевальная машина носит название «бамбук». Не случайно она такая же прочная, как это растение. И даже визуально напоминает его. Аналогов у бамбука в мире по применяемым материалам и технологиям нет. Управлять этой техникой можно дистанционно с помощью компьютера или телефона. В дождевальной машине использованы композитные трубы из стеклопластика. Оригинальный гидравлический привод системы управления круговым движением. Здесь не обычная композитная труба из стеклопластика. Здесь так называемая усиленная труба, которая состоит не только из оболочки, но и из продольных усилителей, как бы стрингеров. Между внутренней и внешней оболочкой стоят стержни композитные. За счет этого жесткость трубы и прочность становятся колоссальны. Я могу ответственно заявить, что невозможно эту трубу, которая стоит, ее поломать. Ее можно загнуть, значит, все что угодно, но сломать нереально. Бамбуком уже заинтересовались фермеры в нашем регионе. Скоро на Энгельском заводе приступят к промышленному производству этих дождевальных машин. Для начала сделают 20 экземпляров длиной полкилометра. Потенциальные покупатели у нас есть. Мы сейчас просчитываем несколько проектов. Значит, это сельхозтоваропроизводители Саратовской области. Конкретно это Энгельский район, это Красноармейский район. То есть, да, работаем. Работаем в комплексе над проектом под ключ, скажем так, полностью. То есть, это установка мобильных насосных станций, это прокладка трубопроводов и непосредственно установка и изготовление растительных машин на полях. Сейчас саратовские поля поливают европейцы, американцы и та техника, которая осталась с советских времен. Дождевальные машины «Бамбук» легче и сильнее, а служить могут в два раза дольше. Надежда Новикова, Олег Бирюков, Саратов, 24. Далее прогноз погоды от Александра Новохадского. Затем мы вернемся в студию и продолжим знакомить вас с новостями. Чтобы все это выросло, я работаю каждый день от зари до зари. Я выращиваю для вас хлеб, овощи, мясо. Все это стало возможным в том числе благодаря поддержке кооператива «Гарант Кредит». Сбережения, вложенные в сельское хозяйство, эффективно используются и могут приносить стабильные доходы. «Гарант Кредит». Телефоны в Саратове. 906-444. 708-444. Генеральный спонсор прогноза погоды – сельскохозяйственный, потребительский и обслуживающий кооператив «Гарант Кредит». Удобные и выгодные кооперативные программы по сбережениям. Телефон в Саратове. 906-444. Здравствуйте. Во вторник, 1 сентября, на Святого Андрея, в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе, Балакове, небольшая облачность без осадков, ветер юго-западный, порывистый. Днем до плюс 32 градусов, а ночью до плюс 16. Партнер прогноза погоды – компания «Сарпрайд». Широкий ассортимент труб и комплектующих в наличии под заказ. Действует гибкая система скидок. Телефон в Саратове. 77-85-85. Наши специалисты помогут подобрать товар, исходя из вашего бюджета. За меньшую стоимость. При этом сохраняя качество. Главный принцип нашей работы – качество, доступные цены и соблюдение сроков. Мы уже зарекомендовали себя на рынке и нам доверяют. В Саратове и Энгельсе солнечно и сухо. Температура днем до 31 градуса, а ночью до 18 выше нуля. Атмосферное давление около 756 миллиметров в ртутную столба. По приметам, если 1 сентября дует ветер с севера, осень будет холодная. А если сьюга – теплое. А если туман будет – это к снежной зиме. Кстати, магазин «Феникс» ждет художников. Широкий выбор товаров. Багетные мастерская и демократичные цены. Улица Радищева, 30. Телефон 27-58-20. Всем всего доброго. Берегите себя. Увидимся. Соскучились по зрителю. В Вольском драматическом театре идут репетиции новых премьер, которые артисты готовы представить публике после снятия ограничений. Трудятся сейчас не только актеры, но и портные с декораторами. Для них это тоже горячая пора. Станислав Жижин побывал в Вольске и узнал некоторые подробности. В швейном цехе Вольского драматического театра создают костюмы. Модельеры готовятся к новому театральному сезону. Временное отсутствие зрителя – не повод расслабляться. В период ограничений, говорят, в театре хорошая возможность подготовить гардероб актеров и сценические декорации. Тем более, что необходимые инструменты здесь уже обновили. В этом году мы завершили полностью работу по оборудованию звуковому. То есть у нас теперь в театре прекрасный звук. Мы получили дополнительно оборудование для художественного цеха, для цеха столярного. Качество постановок с каждым годом все лучше и лучше. Прошу вас понять, кто уйдет, кто в наследство теряет. Позвольте, господа, позвольте. Пока шьются костюмы и рождаются декорации, герои очередной постановки на сцене делят наследство. В основе спектакля «Выдевиль 19 века». Таинственный ящик. В нем разбогатевший французский лавочник оставил послание своим потомкам. Своего рода задание для достойного. Справился с ним лишь бедный актер Сен-Феликс. Его не воспринимала всерьез даже публика, но артист все равно любил свое дело. По словам главного режиссера Алексея Козлова, это чувство и сыграло главную роль при выборе постановки. Спектакль наш, некое объяснение театра зрителю в любви и, может быть, надеемся на какой-то ответ, то есть и любовь зрителя к театру. И вот в этот момент, когда мы в силу, опять же, пандемии на некоторое время расстались, он еще острее звучит. Эту и многие другие постановки зрителям представят после снятия ограничений. Сейчас артисты готовят несколько ярких премьер, в том числе и под онлайн-руководством московских режиссеров и мастеров театрального искусства. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов-24. Он бывает четырех-, трех- и двухколесный. В 135 лет со дня рождения отмечает мотоцикл. Больше века назад немецкий инженер Готлиб Даймлер запатентовал повозку для верховой езды. Она и стала прототипом современных мотоциклов. Сегодня этот вид транспорта не уступает автомобилям. Роман Базан встретился с теми, кто предпочитает передвигаться на мотоциклах. Их связала страсть к мотоциклам. В семье Сербиновых все живут этим делом. Екатерина, она же Пантера, вице-президент женского мотоклуба «Амазонки-64». 11-летний сын, которого в мотокругах прозвали «Маугли», разбирается в мотоциклах не хуже взрослых. А глава семьи по прозвищу «Дядя Женя» коллекционирует мотоциклы большую часть своей жизни. Полный антураж. Все, что могло быть в африканском варианте. Банки с водой со спиртом, банка с бензином. Ну, противогазы. Отпускаешь тормоз, и он начинает ехать в этом повороте. Добавляешь газа. Тогда мотоцикл идет на ровном газу, проходит поворот. Ты можешь дальше отпускать тормоз, прибавлять газ, и будешь уже выезжать на ровный мотоцикл. В том, что мотоцикл снова стал популярен, среди саратовцев здесь знают не понаслышке. Это занятие клуба любителей по мото-джимхане. Участники соревнуются на специальной трассе в умении управлять двухколесным на разных скоростях. Тут мы рассказываем основы езды на мотоцикле, которые могут повысить безопасность вождения на дороге. То есть, повышая свой скилл, ты становишься более безопасным участником дорожного движения. В этом году количество зарегистрированных в стране мотоциклов превысило 2 миллиона. Многие автолюбители до сих пор считают, что двухколесный транспорт самый небезопасный. Любители железных коней, наоборот, упрекают водителей в пренебрежительном отношении к ним. Но если участники дорожного движения соблюдают все правила, проблем точно не будет. Об этом говорят уже специалисты. Роман Базан, Олег Бирюков, Саратов-24. О главном к этому часу все. Еще больше новостей на сайте информационного агентства Саратов-24. А я с вами прощаюсь и желаю вам всего доброго.